Библиотека, которую читатели ласково называют Книжкина гавань, расположена на улице Кортик. Сейчас это единственный уголок для чтения, познания и общения в микрорайоне. Впрочем, эта библиотека всегда была местом притяжения. В библиотеке проводилось очень много мероприятий, конечно, и на Новый год одевались с Дедом Морозом, и утренники проводились, очень много знаменитостей приглашали, конечно. А потом, ну там было очень сыро, очень холодно, ужасно. И потом, я не помню в каком году, нам дали вот эту трехкомнатную квартиру, и было здесь открытие Волошин, была администрация. И, конечно, после этого библиотека преобразилась. До коронавируса проводились у нас мероприятия День пожилого человека, к Новому году, 8 марта, 23 февраля, детские утренники проводились. Библиотека у нас это как второй дом, потому что у нас ходить здесь совершенно некуда. И вот собираемся в библиотеке, как говорится, посплетничаем, попьем чайку, поговорим, решим вопрос. Очень важно для библиотеки быть коммуникабельным, уметь общаться с людьми, умение человека заинтересовать, умение слушать, умение учитывать особенности человека, уметь подобрать нужную литературу. Человек должен быть грамотным, хорошо эродированным специалистом, хорошо знать историю культуры, хорошо знать свою литературу, русский язык, не только, допустим, русскую литературу, но и зарубежную литературу. Прежде всего, процветания хочется пожелать нашему родному городу, чистых улиц, дворцов, хороших таких помещений для библиотек, где библиотека будет у нас центром интеллектуального досуга. Побольше таких вот именно центров, где люди могли прийти с ими, с внуками, с детьми отдохнуть, почитать, организовать именно свой досуг. Город красивый. Раньше, когда я приехала, здесь были деревянные домики, где вот сейчас девятиэтажки, школа построена, детский сад, поликлиника, все. Но хочется, чтобы больше строилось, это самое, домов, конечно, больше было озеленение, больше высаживали цветов. Желаю городу расцветать и хочу сказать людям, пожелать, чтобы они ценили то, что имеют. Продолжение следует...